Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Генеральная прокуратура отчитала алтайских чиновников. Рассказываем самое главное о визите зама генерального прокурора России. Вместо квартир сертификаты. В регионе изменились правила выдачи жилья сирота. Решит ли это проблемы людей? Не вандализм, а искусство, когда в городах края появятся живописные полотна вместо унылых стен. Сегодня на Алтае работал зам генпрокурора России Дмитрий Демешин. Он встретился с алтайскими коллегами и министрами, чтобы подвести итоги года, сделать замечания и напомнить об ответственности. Одни подверглись критике за коррупцию чиновников, другие за некачественное выполнение работы. Какой именно и что значит этот визит, расскажет Анара Шагирова. Встреча важная и волнительная. Почти сдача экзамена только у зам генпрокурора России. Сегодня в Барнауле работал Дмитрий Демешин. Разговаривал с алтайскими руководителями ведомств Иваном Гелевым, это Минстрой, и Дмитрием Поповым, Минздрав. Вопросы не самые приятные. В частности, жилье для детей-сирот, а вернее только растущая очередь на него. Из-за чего Алтай в конце 2020-го попал под внимание следкома. Конкурсные процедуры по установленным показателям по примутению жилых помещений по сроку для детей-сирот, в истекшем году не исполнены. За счет средств федерального бюджета приобретено 222 квартиры, а должно было быть 757. За счет средств регионального бюджета 74 из 170. Это то обязательство, которое вы законодательно брали на себя. Если бы не было никаких дополнительных, как наулеваний, вы бы показатели 2020 года, планы выполнили, как выполняли, и для этого показатели предыдущих 4 лет. В среднем покупая около 400 квартир. Затем Демешин перешел к медицине. Есть вопросы по покупке препаратов для детей-инвалидов. История та же. Деньги на лекарства и оборудование выделили, но на Алтае их не освоили. В последнем Красноярском крае сейчас расследуется дело в отношении вашего коллеги, которые пока переписывались с родителями, после того, что нужен для этого препарата и каким образом будет осуществляться закупка мальчиков, инвалидов. Вот сейчас мы привлекаем к уголовной ответственности должностных лиц и здравого Красноярского края. Сегодня уже проведены закупочные процедуры, которые мы завершили на 5 миллионов 400 тысяч рублей. Они позволяют обеспечить детей, а их у нас 152 ребенка в регионе, расходным материалом в течение полугода этого. Не совсем доволен Демешин остался и от работы своих коллег. Несвоевременная выплата зарплат почти 4 тысячам человек, неисполнение нацпроекта, недостаточное выявление коррумпированных чиновников. Тут есть нюансы, которые мы фиксируем по ряду регионов нашей страны. Зачастую деньги по этому нацпроекту не на реальную поддержку занятости идут, а на содержание центров занятости. Работу краевой прокуратуры Демешин поставил под контроль, хотя и дал оценку – 4 по 5-бальной шкале. Заместитель генерального прокурора намерен серьезно решать незревшие проблемы. Профессия прокурора мало похожа на работу Деда Мороза, пошутил Демешин. Поэтому алтайским министром выписал предостережение. За его неисполнение может грозить реальный срок. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Николай Шелко. День с толком. О детях-сиротах говорили не только прокуроры. Сегодня краевые депутаты утвердили для них еще одно меры поддержки – жилищный сертификат. Причем с опережением федеральных законотворцев слишком остро эта проблема стоит на Алтае. Но смогут ли сертификаты оказать реальную помощь, разбирался Андрей Дреер. Квартиры-сироты смогут покупать сами регион. Скоро начнет выдачу жилищных сертификатов. Эту идею краевые депутаты одобрили единогласно. Закон принят. Но он рамочный. То есть ключевые детали появятся в постановлении правительства края. Приблизительный номинал сертификата уже известен – миллион триста двадцать пять тысяч рублей. Причем сумма в сертификате одна для всей территории края. Сироте дадут миллион триста. Живе он хоть в Горняке, хоть в Барнауле. Зато купить жилплощадь он сможет в любой точке региона. Раньше все было не так просто. А здесь будет возможность добавить свои деньги. Это могут быть как личные сбережения, как заемные средства, так и средства материнского капитала. Поэтому я думаю, что можно будет уже купить жилье не 33 квадратных метра, а жилье гораздо больше. При этом местные законодатели идут с опережением. Их думские коллеги такой закон пока не приняли, хотя проблема стоит остро для всей страны. Согласно данным счетной палаты, сироты, которые имеют право получать квартиру, появляются быстрее, чем государство успевает квартиры давать. А накопленная задолженность федерации составляет уже без малого 200 тысяч квартир. Как видно, проблемы накопились. Прежде для ведомства, которое занималось закупкой, было выставлено слишком много критериев. В какое-то время за основу брали не рыночную цену, а статистическую. На такие деньги и хороших квартир площадью не меньше 33 квадратов не купишь. А чтобы застройщики не спекулировали и не строили слишком плохие дома для детей-сирот, жилуправлению запретили выкупать больше четверти дома. Из-за такого количества, часто противоречивых критериев, чиновники даже не успевали осваивать деньги, как случилось в прошлом году. В сентябре доводят деньги в размере 700 миллионов для их освоения на приобретение квартир. Процедура конкурсная составляет полтора месяца, 45 дней. Само собой, за такой короткий срок освоить эти деньги крайне сложно. Соответственно, я так понимаю, что мы автоматически попали в эти так называемые антирейтинги. Чтобы теперь не попадать в антирейтинги, как уверены застройщики, нужно менять подход. Ведь параллельно с выдачей сертификатов будут продолжать закупать квартиры, а та жилплощадь, что нужна жилуправлению для передачи сиротам, самая ходовая. Для того, чтобы квартиры 28-32 квадратных метра в 2023 году на торгах появились, надо сегодня проводить совещание и застройщикам гарантировать, что вот эта проектная целевая адресная по рыночной цене, она у них выкупит. То есть это вопрос политики, ей надо заниматься. Соответственно, если сегодня в 2021 году квартир каких-то не хватает, значит в 2019 году, ну то есть два года цикла строительства дома, значит надо было в 2019 году проводить совещание. Кстати, основная часть застройщиков вообще не захотела с нами общаться. Тем не менее, проблем в сфере много. Сергей Войтюк, глава Краевого исполкома Народного фронта, главной проблемой называет все-таки нехватку денег, недофинансирование. А уже следом идет нехватка жилья, подходящего к критериям. И еще одна беда – формирование так называемого социального иждивенчества. Речь о детях, которые находятся на опекунстве у близких родственников. То есть им и так есть где жить. Как бы мы здесь не породили серьезные ситуации, связанные с социальным иждивенчеством, когда мы, условно говоря, ведем осознанный отказ зачастую от ребенка, то есть дальше он берется под опеку бабушкой, дедушкой, близким родственникам, и потом в дальнейшем претендует. Помимо того, что месячные выплаты идут, то есть на опеку еще и претензия на получение жилья от государства. Это может быть несправедливо по отношению к сиротам, у которых нет вообще никакой родник. К слову, принятый закон должен дать плоды, то есть сертификаты уже в этом году. Но сначала их будут получать те, кому выдано соответствующее заключение суда еще до 2019 года. Срок годности сертификата – один год. Далее потребуется продление. В этом году власти выделяют на эти цели первые 220 миллионов. Андрей Дриер, Алексей Фризин, Николай Шилко. День с толком. Кроме жилищного вопроса для детей-сирот, депутаты обсудили сегодня и другие важные для региона вопросы. Так, в 2021 году бюджет края вырастет сразу на 10 миллиардов рублей. Правда, такая сумма перешла с года прошлого. Из других тем народные избранники положили начало новой форме территориального управления и положили конец спорам насчет клятвы педагогов и других нововведений для учителей. Илья Кочетков с новостями из краевого парламента. Первая очная сессия спустя почти год. Депутаты рады видеть друг друга, говорят обсуждать законы вживую привычнее. Правда, обсуждений было немного. Несколько минут и в крае официально появилась новая форма территориального управления – муниципальный округ. Первым трансформацию испытает на себе Залесовский район. Они уже изучили вопрос, говорят, в округе можно будет оставлять, например, больше налоговых сборов. Отчисления по упрощенной системе налогового обложения. Сейчас для районов это 50 на 50, 50-50, а для муниципального округа будет 75 на 25. То есть мы получим на 25% отчисления больше. Гораздо более горячий прием вызвал другой закон о статусе педработника. По замыслу авторов он призван повысить престиж звания педагога. Как именно, депутаты целый месяц обсуждали с общественниками и представителями сферы образования. В итоге такую спорную меру, как клятва, оставили, но попытались закрепить в документе и более действенную помощь – юридическую. Попросил обратить внимание, чтобы эта юридическая помощь не сводилась просто, как мы говорим, бесплатная юридическая помощь. На самом деле это, оказывается, просто пришли ему, сказали, какие собрать документы, и он ушел, учитель. А чтобы это было полное сопровождение. Когда с работником образования говоришь и рассказываешь об этом законе, да, я думаю, что мои коллеги тоже многие так поступали, как правило, в ответ следует реплика. Лучше бы зарплату подняли. И это действительно очень серьезная и большая проблема. Край эту проблему решает, решает системно. Но, на самом деле, к сожалению, конечно, нам нужно двигаться дальше от направления. Закон принят единогласно. Обсудили депутаты и краевой бюджет. Так, в 2021-м он вырастет на 10 миллиардов рублей. Но, по сути, это те финансы, что не освоили в прошлом пандемийном году. Первое и главное, на мой взгляд, это повышение заработной платы работникам бюджета. На это мы направляем миллиард 300 миллионов рублей. Значительно увеличиваем помощь нашим муниципалитетам. Если мы принимали бюджет, общая помощь составляла 35 миллиардов рублей. Теперь она будет равняться 40 миллиардам рублей. На 2 миллиарда увеличится адресная инвестпрограмма. Дополнительные средства пойдут на инженерные сети и дороги. Эти изменения в закон также приняли. Депутаты при этом призвали краевую исполнительную власть сделать выводы из прошлого года и на этот раз освоить средства полностью. Илья Кочетков, Николай Шелкодин, Столком. Проблемы остаются, и их надо решать. Строительная отрасль региона подвела итоги работы в коронавирусный год. Из плюсов – рост жилищного строительства и спроса на жилье. Из минусов – едва не потеряли возможность строить дома в шестом классе. Сейсмичности – нехватка числа земельных участков под строительство и ряд других проблем. Подробности в сюжете. Проблемы надо решать совместно с правительством региона и администрацией Барнаула, уверен руководитель Союза строителей. Таковы и есть. Столицы края и ряду районов едва не повысили класс сейсмичности до 7-8. Пожилым домам удалось проблему решить. По социальным объектам еще нет. Сегодня нужно вернуться к изыскательским работам совместно с Академией наук. Все-таки более составить техническое задание, грамотно провести эти работы и уже подтвердить, что действительно у нас там сейсмики здесь такой нет. Проблема не менее острая, а то и более нехватка земельных площадок под жилье. От Союза строителей предложения по Барнаулу есть. Там 5 или 6 таких крупных участков. Большой участок это от улицы Просторная, там вот эти 900 гектар, которые как раз попадают в зону предприятия. Плюс там за ТЭЦ-3, там за Силикатчиком, за Бласикой туда. То есть ряд площадок мы назвали, как бы правый берег труда, вот эта площадка, там 30 гектар, даже 40 гектар. То есть площадки они есть, но над ними нужно работать. Работать планируют, об этом сказал сегодня руководитель Минстроя региона. По крайней мере в отношении участка на Просторной. Там порядка 800 гектар, но часть из них, большая часть на сегодня попадает в седьмую санитарную зону. Сегодня мы ведем работу с правительством Российской Федерации о том, чтобы эту зону все-таки немного сместили. Сдвиг в седьмую санитарную зону на контроль находится у Марата Шекерзиановича установлена. Мы надеемся, что здесь мы совместно этот вопрос решим. Надеются застройщики и на то, что цена на строительство социальных объектов школ и детских садов вырастет. В 2019-м много конкурсов не состоялось именно по этой причине. Подрядчики не желают строить в убыток себе. Кстати, в ближайшее время, по словам руководителя Союза строителей региона, планируется принять стратегию развития отрасли до 2030 года, чтобы понять, куда и как нужно развиваться и какие проблемы на пути необходимо решить. И кто в этом должен помочь. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Рысь на березе успели запечатлеть охотники Рубцовского района. Вообще, это животное на деревья забирается редко, например, когда следит за добычей. Но прошлой неделе видео появилось на страницах Министерства природы в социальных сетях. Пользователи, конечно, оценили видео с необычной моделью. Однако мужчину, снявшего рысь, госохотинспектор привлек к административной ответственности. Теперь ему грозит штраф. Не за видео, а за то, что следовал за животным на снегоходе, в результате чего рысь и оказалась на дереве. Этот процесс в совокупности по 209-му федеральному закону об охоте приравнивается к охоте, даже если люди не произвели добычу. Министерство природных ресурсов и экологии края подчеркнули, у снимавших разрешения на охоту не было, а любознательность ему обойдется теперь штрафом до 4000 рублей. Это, безусловно, успех, так активисты Бийского технологического института говорят о первом в Наукограде студенческом кибертурнире. На этой неделе подвели его итоги и вручили награды призовой тройке. Особо отмечают школьные команды, которые достойно сражались и смогли дойти до финала. О том, что больше всего поразило организаторов, а самое главное, будут ли они дальше устраивать подобные турниры, расскажем прямо сейчас. Изначально студенты Политеха планировали провести внутренний турнир, но все вышло иначе. Заявки посыпались из других учебных заведений, причем не только нашего города. Пришлось даже менять статус соревнований. Подключился Горнолатайск, мы такие, ну, пора делать региональный турнир, сразу первый, сразу региональный. И все там уже подключились совершенно другие команды. Москва, Питер, Новосибирск, Липецк. У нас есть Санкт-Петербург. В итоге вместо двухсот ожидаемых участников оказалось вдвое больше. Кроме того, сотни человек следили за играми в качестве зрителей. Было 49 команд по контр-страйку и 22 по доте. И в каждой команде было по пять человек минимум, потому что еще люди добавляли своих запасных игроков. Микс-мейкер быстро, кстати, слинял с позиции, прям отпрыгнул и ушел. Своей игрой удивили школьники. Родион Погодин, учащийся 11-й гимназии Бийска. На турнир его пригласил друг, с которым они вместе ходят на каратэ. На виртуальные тренировки была только неделя. Когда мы играли на турнире, у нас была такая, как единая целая какая-то мораль, мотивация. И мы не обращали внимания на какие-то аспекты другие. Мы просто были как дружный коллектив, команда, которая пришла за победой. Золотую награду завоевать не удалось, но это только пока. Тем не менее, команда школьников на пьедестале. Мы заняли второе место, уступили немного в финале. Ну и, я думаю, нам немного не хватило отдыха между матчами. Но мы не падали, конечно, духом после каких-то проигранных ситуаций. Но мы всегда пытались быть на плюс морали, не расстраиваться. Может быть, только в конце игры какой-то появился расфокус. После первого совместного турнира ребята продолжат тренировки не только на татами. Выйти на новый уровень каратисты хотят и в киберспортивном пространстве. Виртуальные баталии, организованные активистами Бийского технологического института, при поддержке депутата Государственной думы Александра Прокопьева, для одних стали площадкой для новых знакомств и дружбы, для других это очередной соревновательный опыт для отработки стратегии и дальнейшего роста. Киберспорт сегодня в стране набирает обороты, в частности, он набирает обороты и в Бийске. И, конечно, ему нужны инициативы. Такие инициативы, как мы сегодня видим в Бийском технологическом институте. Студенты вуза уже решили, турнир будет ежегодным. Хотя не исключено, что проводить его будут не раз, а два раза в год. Уже летом планируются очередные компьютерные сражения. И для того, чтобы командам из Бийска снова взять золото, начинать тренировки нужно уже сейчас. В июне этого года в Барнауле и ряде городов Алтайского края на фасадах зданий появятся масштабные рисунки. Стрит-арт или уличное искусство. В регионе будет проходить большой фестиваль уличных художников. Но полотна под будущие граффити выбирают уже сейчас. Что нужно делать, если вы хотите разукрасить свой многоэтажный дом, объяснит Илья Кочетков. От первого до девятого этажа. Как вам такой масштаб для картины? Совсем скоро выцветшие панно советских времен в Барнауле могут заменить живописные полотна. Такие планы на фасады многоэтажек у организаторов Алтайского стрит-арт-фестиваля. Разукрасить бока зданий они предлагают знаковыми красотами края. Жители дома на улице Юрина уже предложили часть родного фасада. Она, во-первых, подходит, потому что тут мало окон, потому что тут очень хорошая проходимость. И проезжая часть рядом, с которой будет ее видно. И плюс облицовка также подходит нам. Поверхность должна быть штукатурка, как здесь, или кирпич. Высота – 9 или 5 этажей. Предлагать свои стены организаторы предлагают жителям городов края через соцсети. Уже собрали 10 заявок. Но многие спрашивают, а насколько качественным будет роспись. Организаторы предлагают посмотреть на их предыдущие проекты. Например, приуроченную к 9 мая перекраску нескольких барнаульских трамваев. Или расписанные осенью прошлого года гаражи за Россией. Как и здесь, до росписи будут допускаться только профессионалы. Для художников это еще один шанс сделать наш город более ярким. У нас очень много старого уже фонда, который требует обновления и больших вложений. Стрит-арт как раз-таки может решить эту проблему и сделать фасад уже старого дома, который там уже ветки. Сделать его настолько привлекательным. И украсить город, чтобы город засиял новыми красками. Под роспись отдадут всего две стены в Барнауле и по одной в Бийске, Заринске и Рубцовске. Отбирать их будут эксперты вместе с городскими властями и жителями. Присылать свои варианты фасадов можно через аккаунты арт-фестиваля в соцсетях. А само творчество начнется в начале июня. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все новости. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас в соцсетях. И, кстати, у нас есть отличная новость. С 1 марта мы будем выходить на 20-й кнопки всех кабельных операторов. Хороших выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...